На 1 миллион рублей планируют увеличить бюджет на поддержку НКО в следующем году. В приоритете по-прежнему остаются социально значимые проекты и проекты, несущие реальный вклад в развитие округа. Особое внимание при работе в этом направлении уделяют муниципальным образованиям, в которых некоммерческий сектор развит слабо или не развит совсем. Об этом еще раз отметили глава региона Игорь Кошин и руководитель департамента региональной политики. Виктор Ильин отчитался о работе ведомства за 8 месяцев этого года. Практически все существующие сегодня в Нинецком округе некоммерческие организации действуют на территории Нарьинмара и поселка Искатели. В этом году они получили поддержку в размере более 10 миллионов рублей или 47 грантов и субсидий. Одна из приоритетных задач для департамента региональной политики – содействовать созданию и развитию некоммерческого сектора и населия. Давайте вовлекайте наши населенные пункты, наши сельские поселения, некоммерческий сектор. Вовлекайте и по полной программе. Работа в этом направлении уже ведется. Запустить процесс планируют уже в этом году. Тем более, что до конца 2015-го бюджет Нинецкого округа получит трансфер из федерального бюджета в размере 7 миллионов рублей на грантовую поддержку НКО. Также в планах на будущий год увеличить поддержку некоммерческого сектора на 1 миллион за счет средств окружного бюджета и снова попытаться получить средства федеральные. Ежегодное привлечение средств из федерального бюджета. В 2016 году будем участвовать в федеральном конкурсе с заявкой на 10 миллионов. Работа уже сейчас ведется. Несмотря на большие успехи в работе департамента с некоммерческими организациями, глава региона Игорь Кошин поручил вести больше разъяснительной информации в средствах массовой информации с тем, чтобы население округа понимало, что на развитие социальных и созидающих проектов округ и государство готово давать средства. Активизирую еще работу по СМИ, потому что люди не знают, что не могут участвовать в этих грантах. Люди не знают, что такое некоммерческая организация. О том, что вот эти социальные проекты, когда начнете тиражировать, больше давать информации, что это такое, для чего. За истекший период на территории округа было реализовано и три крупных инвестиционных проекта. Один из них направлен на улучшение медицинского обслуживания. Привлеченные средства достигают 1,2 млн норвежских крон. Возобновляемые источники энергии Заполярья привлечено инвестиции 4,1 млн евро. Только вы еще указываете, сколько потрачено наших ресурсов с окружного бюджета? Я попросил привлеченные здесь указать, потому что вставлю своему отделу задачу именно привлекать инвестиции. Оленья шкура высокое качество, сумма привлеченных инвестиций 480 тысяч евро. Соответственно, здесь и огромная составляющая окружного бюджета. Сегодня департамент планирует участвовать в российско-норвежском проекте «Утилизация попутного газа и развитие аквакультуры в НАО». Для этого в норвежский баринг-секретариат направлена заявка на сумму 430 тысяч норвежских крон. Новый подход получит поддержка коренных малочисленных народов Севера. Проанализировав ситуацию именно с коренными малочисленными народами Севера, мы пришли к пониманию того, что нам необходимо создать концепцию. С тем, чтобы, как вы ставили задачу, уйти от простого вливания финансовых средств, дать возможность непосредственно коренным малочисленным народам самим зарабатывать деньги. Более того, они сами этого хотят и готовы в этот процесс включаться. Концепция включает три основных направления – совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей единую госполитику, направленную на обеспечение устойчивого развития КМНС, создание благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционного проживания. Речь здесь идёт о национальных посёлках и создании благоприятных условий для коренных народов на территориях их традиционной хозяйственной деятельности. Концепция уже одобрена Общественным советом, Ассоциацией ЕСАВЭ и Союзом оленеводов и отправлена в администрацию округа для принятия соответствующих постановлений.